Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам-ФМ продолжает свое вещание. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Сейчас время следующей, второй его части. Второй части бизнес-канала. Называется она «Бизнес-класс». Я напомню, в этой студии, в эфире «Бизнес-класс» мы встречаемся с лучшими российскими бизнесменами и пытаемся спровоцировать ситуацию таким образом, что они поделились с нами секретами успеха. Я надеюсь, получится у нас это и сегодня. Я с удовольствием представляю сегодня в студии «Бизнес-класс» Лаура Ашижева, генеральный директор компании «Юбанк». Добрый день, Лаура. Здравствуйте. Тема нашего эфира, как вы понимаете, уважаемые слушатели, будет связана с рынком мобильных платежей в России. Назвали мы ее так «Банк в кармане развития рынка мобильных платежей России». Ну и, собственно, «Банк в кармане», несмотря на то, что звучит как-то несколько парадоксально, это все-таки актуально, мне кажется. «Банк в кармане», Лаура, как вы считаете? Однозначно, да. И если ты помнишь, Олег, раньше, что мы могли делать с помощью мобильного телефона? Это, не знаю, скачать электрон, позвонить. Не-не, ну, смотри, откуда раньше, давай откатаем куда-нибудь, 90-е годы. Ну, хорошо, давай возьмем 7 лет назад. Хорошо. Тогда не был так популярен Android, люди не пользовались айфонами, и использование телефона в качестве почты, не знаю, умных будильников, каких-то серьезных вещей, люди просто этого не делали. Они не делали потому, что им было это не очень удобно, понятно, или потому что просто функции такой не было еще тогда? Ну, и не было возможностей, и только сейчас рынок развивается в том направлении, что люди проводят, ну, минимум 6-5 часов в интернете, в телефоне, и с удовольствием используют все сервисы, которые доступны. Я так подумал, что люди 5-6 часов проводят в телефоне, какой ужас. Лучше бы ходили в спортзал, лучше бы по театрам, да, и по концертным залам, понимаешь, ходили, посещали бы выставки. Это было бы полезнее, наверное, хотя я не уверен. Я еще раз, извини, ради бога, прерву тебя, потому что сообщу нашим слушателям, у них есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть телефон студии 6510996, код Москвы 495, и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями. Кстати, хорошая мысль, вот Лаура эту тему подняла сразу. Для чего вам нужен мобильный телефон сейчас? Забавно, мне кажется, что в большинстве случаев прозвучит ответ не для позвонить и, наверное, уже не для написать смс, для каких-то других абсолютно несвойственных некоторое время назад функций именно мобильных. Ну, телефон, телефон изначально это звонить, а я тут могу что угодно с его помощью сделать. Так, это Лаура, да? Это правильно, и это, ну, очень много времени люди проводят и в телефоне, и в интернете, и по работе используют. Поэтому рынок финансовый, финансовый рынок с помощью мобильных телефонов, он растет огромными темпами, и это неизбежно. Люди будут пользоваться финансовыми услугами с мобильных телефонов. Ну, давай так, более детализированно расскажем, поделимся со слушателями, хотя, еще раз повторю, многие из них наверняка и сами в курсе, потому что делают это ежедневно. Что за услуги, те самые, которые нам доступны с помощью мобильного телефона, ну, если говорить о мобильных платежах, о интернет-банкинге? Да, что мы можем делать? Мы можем делать денежные переводы, мы можем оплачивать различные услуги, сотовую связь, ЖКХ, и давать какие-то деньги в займ, перечислять, там, не знаю, срочные переводы делать. Деньги в займ, подожди, это что значит, деньги в займ? Ну, не знаю, там, кому-то перечислить срочно деньги. А, а, со счета на счет, да? Со счета на счет, да. И мы все экономим время, особенно в мегаполисах, очень трудно, не знаю, даже пойти оплатить кредит, который, там, не знаю, если даже банк у вас где-то под домом, очень трудно оплатить кредит, потому что рука не поднимается, да? Жалко очень отдавать деньги. Жалко время, поэтому очень хочется, чтобы у людей была возможность с мобильного телефона пользоваться финансовыми услугами. Ну, то есть, в первую очередь, мы говорим о том, что это упрощает жизнь, да, в какой-то степени упрощает жизнь. Кстати, сразу есть звонок, давай послушаем в эфире. В эфире у нас Белла, она будет задавать вопрос Лауре. Слушайте, просто в сказку я в какую-то сегодня попал. Итак, Белла, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло, алло. Алло, нет, Белла, Белла, не слышим мы. Белла, если вы нас слышите, перезвоните, нет связи, к сожалению. Ну, так вот, вернемся к разговору. Итак, что же это за мобильные услуги, прямо если можно более детально? Значит, я могу сделать перевод банковский, да, я могу оплатить какую-то услугу коммунальную или не очень. У меня, кстати, в интернет-банкинге есть замечательная такая услуга, ну, как в списке, да, как одна из строчек, это перевод линии жизни, по-моему, как это называется. А, донейшн. Ну, то есть, это некая благотворительная акция, да? То есть, я могу благотворительностью заниматься, используя интернет. Конечно. Конечно, это возможно делать. И многие банки сейчас, ну, как минимум топ-10, имеют свои мобильные приложения и работают над тем, чтобы пользователи могли не только с компьютера, они могли с телефона сделать какие-то переводы и что-то оплатить. Ну, кстати, наверное, тоже важная достаточно вещь, когда мы говорим об этих мобильных приложениях. Насколько я знаю, ну, крупнейшие банки делают собственные приложения, да? Более мелкие структуры пользуются уже готовыми. Это всегда актуально, это всегда важно. Вот в этом есть проблема какая-то? Ну, это даже, нет, это не проблема. Это хорошо, что банки делают свои приложения. Просто... Ну, смотри, я... Ну, представим такую ситуацию. Я пользуюсь услугами одного банка. У него есть некое мобильное приложение, я им пользуюсь тоже какое-то время, да, оно мне нравится. Ну, я уже привык к нему. Потом по какой-то причине я сменил банк или просто открыл счет в другом. Ну, новое мобильное приложение. Я говорю, боже мой, я привык к старому. Это ваше новое мне, хоть оно наверняка и профессионально, но оно как-то мне не в кайф. Ну, для этого существуют такие сервисы, как E-Bank, когда мы можем агрегировать различные банки в одной платежной системе. И неважно, какого банка вы пользователь, вы всегда можете воспользоваться всеми услугами, которые мы предлагаем. Вот сейчас давай мы об этом чуть подробнее поговорим. Ну, и Белла вносит нас на связи. Получится, не получится? Белла, день добрый, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Слава. Лавура, у меня только вопрос. Как вам удалось? Так, как вам удалось? Хороший вопрос. Прервался звонок. Ну, давай отвечай. Как тебе удалось? Как нам удалось? Ну, дальше можешь окончание вопроса придумать сама для себя. Итак, Белла спросила, Лавура, как вам удалось? Ну, давай, удалось дойти до генерального директора, дарести. Как тебе удалось? Или как компании? Как фаундера компании? UBay, да-да-да. Как удалось, собственно, до таких высот в бизнесе? Таких высот достичь. Ну, ладно, я думаю, Белла сделает третью попытку, я надеюсь на это. Итак, мы говорим о UBank. Да. Его основная функция в чем? Вот чтобы агрегировать, да, каким-то упрощать жизнь опять. Да, мы концентрируемся на том, чтобы экономить людям время, предоставлять сервис качественный, чтобы… Ну, не все банки делают свои приложения. И даже если вы пользователь трех банков, у вас есть карточки в трех разных банках, вы можете все их агрегировать в UBank и пользоваться всеми функциями. Ну, то есть вот с прагматической точки зрения, да, я в свой банк захожу, у меня там есть, как он называется, интернет-банкинг. Да, да. И там есть строчечки, кнопочки, там что-то я нажимаю. Есть другой банк, да, там вновь зашел, опять интернет-банкинг. А я захожу в UBank, и что я там вижу? Там я вижу ссылку на один банк, на второй. Да нет, нет, вы что, вы видите обычный интерфейс, ну, что-то похожее на то, что вы видите в клиент-банке, просто это не завязано на какие-то, на ваши банковские счета. Вы просто заходите в UBank, увидите красиво, удобный интерфейс, вы выбираете сервисы, за которые вы хотите оплатить. Вы можете выбрать денежные переводы, вы можете сделать автоматический платеж. Например, каждый месяц вам надо, чтобы за интернет шла какая-то оплата. Или сделать какие-то избранные платежи, и UBank будет сам за вас делать оплату. Получается, что UBank это посредник, да, между мной и моим банком. Да, как-то можно так это назвать. Ну, опять, немножко технически не понял, потому что счет-то у меня в банке, а я обращаюсь к UBank, чтобы он что сделал? С моего счета списал, или как это получается? Ну, технически это немного не так устроено, просто по факту у вас есть такая большая витрина, которой вы можете пользоваться. А витрина — это витрина услуг? Да, витрина услуг, которая есть в UBank. И вы можете платить напрямую с карты, или можете выполнять счет UBank. А, то есть и в UBank я имею возможность... Конечно, конечно, вы можете пойти в Евросеть или в связной, пополнить наличными средствами кошелек UBank и вообще не привязывать никакую карту. А в данном случае UBank — это аналог интернет-кошельку, да? Это не банк в таком полноценном смысле этого слова? Нет, нет, конечно. Это именно мобильный кошелек. Это то, наверное, о чем мы говорим сегодня. Да, это мобильный кошелек. Я понял. Хорошо. Значит, мы сейчас прервемся с тобой. Дело в том, что в это время, да, и еще несколько раз мы будем слушать новости на Финам.FM. Делаем мы это обычно с вниманием огромным и с удовольствием. Так вот, сейчас пришел этот момент. Новости на Финам.FM. Потом продолжим. Ну что ж, друзья, давайте продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.FM. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии у меня Лаура Ашижева, генеральный директор компании UBank. Мы обсуждаем сегодня тему развития рынка мобильных платежей в России. Ну, во-первых, как этот рынок выглядит, как он, да, какие перспективы развития, какими путями, собственно, это развитие мы с вами будем наблюдать. Еще раз я напомню. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.FM. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Посетуем на то, что Белла два раза не дозвонилась. Вопрос у нее, видимо, был интересный. Ну, дай бог, позвонит в третий раз. Есть вопрос у меня интернет. Сразу ответишь на него? Пожалуйста, давай посмотрим. Да, да, учитывая, тем более, что мы заговорили уже о услугах, в частности, вашей компании, ну, и похожих наверняка ваших партнеров. Сколько эта история стоит? Смотри, ведь я пользуюсь интернет-банкингом, правильно так, по-русски? В своем банке, да? Практически ни за что не плачу дополнительных комиссий, ну, за исключением редких случаев, когда банковский перевод куда-то там далеко, да, зарубеж или стороннему банку. И плюс еще, смотри, посредник вмешивается в мои взаимоотношения с банком, да, и, значит, ему тоже, наверное, надо заплатить? Или не надо? Надо. Надо? Ты хочешь сказать, чтобы я рассказала финансовую какую-то? Да, 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 именно финансовые, сами финансовые взаимоотношения. То есть, что я плачу за услуги, простите, да, таких компаний, как Юбанк? Ну, задача таких компаний, как Юбанк, это сделать так, чтобы конечный пользователь не платил ничего. Так. И задача такая, чтобы сервис-провайдеры, в адрес которых происходят платежи, покрывали сами ту комиссию, которую мы не хотим, чтобы платил пользователь. Ну, то есть, мне, да, дополнительно... Ничего не надо было платить. Это получается? Провайдеры идут на это? Потому что в этом случае у них расходы увеличиваются, нет? Нет. Именно так, ну, основывается платеж на том, чтобы пользователь не платил ничего. И сервис-провайдеры готовы работать именно по такой схеме. Я понял. Ну, что ж, давайте более детально поговорим о рынке мобильных платежей, как он развивается, на твой взгляд, по крайней мере, его перспективы, в какую сторону будет он двигаться. Есть еще один звонок. Давай сначала пообщаемся со слушателем. Владимир, день добрый, вы в эфире. Говорите. Добрый день и ведущий, и гости. Спасибо. Здравствуйте. Хотелось бы спросить, как бы так, по-народному, в чем фишка вашего банка, на чем зарабатываете деньги? Фишка. Спасибо, спасибо. Фишка. Еще раз, мы не банк, мы платежный сервис. Вы можете пользоваться любым банком и при этом использовать наш мобильный кошелек. И на чем мы зарабатываем деньги? Ну, финансовый сервис, он сложный, и есть разные категории получения прибыли в компании. Это как транзакционный бизнес, так и развитие банковских сервисов, которые непосредственно предоставляют банки, но через, так сказать, наш платежный кошелек. То есть, не своего банковского сервиса, да, развития, а именно ваших партнеров. Наших партнеров, да, банковских услуг. Ну, хорошо, на этот вопрос мы ответили. Итак, куда смотрит сервис мобильных платежей? Лаура, расскажи, пожалуйста, собственно, технологии высокие, наверное, да, в этом случае прежде всего помогают. Ну, смотри, я не знаю, пользуешься ли ты социальными сетями? Я пользуюсь одной. Какой? Фейсбуком. Фейсбуком. Окей, но, не знаю, несколько лет назад ты не пользовался Фейсбуком на телефоне, правильно? Я тебе больше того скажу, я и сейчас Фейсбуком на телефоне не пользуюсь, а несколько лет назад я вообще не пользовался никакими социальными сетями. Я человек немолодой, ну и в определенной смысле темный, конечно. Ну, смотри, задача таких компаний, как мы, это приучить людей использовать максимальное количество возможностей, которые дает рынок. Так, ну смотри, я с тобой соглашусь, приучить людей это одна задача, а, с другой стороны, многие люди не знают об этих возможностях, потому что вот, ну, опять себя я, извини, не скромно это звучит, в пример приведу, ну, мне за этими возможностями не досуг просто следить. Конечно, есть люди продвинутые наверняка, да, достаточно вспомнить, когда очередные айфоны на рынок выходят, да, что человек, который говорит, у меня четвертый есть, но мне нужен уже с четыре с плюсом, или пятый, я обязательно пойду поменяю. Ну, вот уже, это уже говорит о том, что люди следят. Да. Люди следят за рынком, а айфон, он именно основывался на том, что в телефоне есть большое количество контента. И мы перешли с того, что мы раньше покупали заставки и рингтоны, к тому, что у нас есть просто по умолчанию, да, очень хорошее качество приложения, игры какие-то, финансовые сервисы, и потихоньку, да, не так быстро, как хотелось бы, но люди начинают их использовать. То есть, смотри, задача номер один, это каким-то образом сообщить потенциальным пользователям, да, прорекламировать, а задача номер два, приучить. Вот, задача первая, как решается? Прорекламировать? Да. В социальных сетях? То есть, вы заводите какую-то страничку и говорите, ребята, все к нам, потому что мы сейчас вам расскажем такое. Сарафаны радио, да. Нет, не то, конечно, не только социальные сети, есть много каналов маркетинга, которые используют айти-компании, но задача больше... Сейчас стоит обучить и показать людям, что это удобно, вам не надо никуда идти, у вас есть мобильный телефон, у вас кончился интернет, вы лежа на диване, его оплатили. Это, ну, это экономия вашего времени. Ну, это понятно. Хорошо, давай тогда поговорим о популяризации, да, в обучении. Удаленно как можно обучить человека? Или вы где-то проводите семинары какие-то, да, собираете периодически огромное количество? Нет, можно... Есть там видео на сайте, которые обучают, как использовать приложение. Есть техподдержка. Но максимальная задача любого приложения сделать так, чтобы интерфейс был очень интуитивный и понятный. Удобный. Удобный, да. Вот сейчас у нас выходит новая версия, я надеюсь, что он будет более чем понятный интерфейс и удобный для пользователя. И любая возрастная категория сможет быстро разобраться, как им пользоваться. Кстати, вот о возрастной категории, ну, тут тоже вещи очевидные. Наверное, люди постарше, да, не особенно идут навстречу вашим ухищрениям. Молодые, они все живут уже сейчас в телефоне. Но вам, я так понимаю, все-таки, ну, вам и вашим коллегам важна любая категория граждан, любая возрастная и социальная, так сказать, да? Да, правильно. Как вы эту программу пишете? Я не могу сказать, что в более взрослой категории не... Неактивно. Неактивно, да. Если люди покупают там айфоны, андроиды и хотя бы начинают с чего-то использование не только звонок и телефона, а книжка... Ну, по этому поводу есть старый анекдот, когда, да, первое, с чего я начну, я найду кнопку «вкл» и «выкл». Вот после этой кнопки на тех аппаратах, которые сейчас есть на рынке, люди быстрее начинают использовать. А потом с удовольствием обнаружу, что нет ни кнопки «вкл», ни «выкл», а и включаешь, и включаешь через одну кнопку «пуск». Да. Так, хорошо, хорошо, хорошо. На твой взгляд, вот будущее, да, этих сервисов, оно где? Оно также будет развиваться в сторону высоких технологий, я имею в виду тех штаммов. Обязательно. Тех самых гаджетов носить. Все идет в мобильные телефоны и даже какое-то время, ну, вот, планшеты были очень популярны. Сейчас уже все меньше и меньше, размер становится девайса, с которым перемещаются люди, это... А почему это так? С одной стороны, ну, понятно, носить проще, наверное, на маленьком. Носить удобно, да. Ну, а с другой стороны, экран, чем больше экран, тем приятнее, тем... Ну, да, когда есть время, вы открыли, достали, а так вы за рулем, быстро что-то, пока едете, оплатили, посмотрели, отправили почту, ну... Ну, вообще, это ужасно, представляешь? Вот ты едешь за рулем, да, на дорогу ты не смотришь, естественно, тебе надо отправить там, оплатить интернет, и результат может быть очень плачевный. Вот здесь нет никакого парадокса, надо сказать. Есть парадокс, но точно так же сидят и в социальных сетях, в сетях люди, поэтому... Ну, в смысле, во время движения? Во время движения, конечно. Кошмар такой. Постят, лайкают. Да, да, да. В фейсбуке, в котором ты сидишь, наверное, ты тоже... Ну, я не за рулем же, я тебя умоляю, конечно. Не, ну, что ты говоришь такое? Так, хорошо, такой термин «бесконтактные платежи» или «платежные сервисы» — это примерно то, о чем мы говорим, или есть какое-то отличие? Ну, если мы говорим о NFC и... NFC, расшифруй, пожалуйста. NFC, Near Field Communication — это технология, ну, что простым языком, это что-то, ну, улучшенная форма блютуза. Она работает на расстоянии... Если блютуз работает на расстоянии где-то 10 сантиметров, то NFC — это где-то 4-5 сантиметров максимум, радиус... Охвата. Охвата, да. И скорость подключения за секунду происходит. Если в блютузе это... у блютуза было где-то 6-7 секунд раньше. Ну, то есть речь идет просто о неких технологиях передачи данных, да? Да, конечно. В NFC можно зашифровать кучу разной информации. И, ну, сказать, что NFC... Лаура, извини, я прерву. Мы сейчас прервемся, послушаем, потом продолжим. Друзья, итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня мы обсуждаем тему рынка мобильных платежей в России. У меня в гостях Лаура Ашижева, генеральный директор компании Юбанк. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.фм. Лаура, вопрос такой. Ну, традиционно мы многие вещи, многие вещи, происходящие в России, российскую бизнес-действительность, сравниваем с похожими, да, вещами за рубежом. В Европе, ли в Америке, ли, может быть, в Китае, учитывая, что Россия член БРИКа, так же, как и Китай. На твой взгляд, корректнее, с чем было бы сравнить? Ну, и, собственно, как обстоят дела в России на рынке мобильных платежей, в Европе на рынке мобильных платежей? В общем, ли мы тренди, есть ли какие-то особенности, может быть? Ну, смотри, в России мы стараемся успевать за Западом в целом. То есть картина именно так выглядит, да? То есть мы догоняем и пытаемся обогнать. Мы догоняем, да, и пытаемся обогнать в каком-то смысле, но мы только-только привыкли к тому, что у нас есть там карта, что все ей пользуются. Пластиковая. Пластиковая карта, да, что, ну да, перечисляется зарплата. И, конечно, российский рынок, это пока больше кэш, это терминалы, но потихоньку-потихоньку мы догоняем. Но пока... Ну, смотри, ведь дело, наверное, не столько в отсутствии технологий или в отставании технологий, сколько отставании сознания, наверное, да? Да, да, я же вот мы начали с того, что я говорю, что нам надо людей еще обучать, использовать все сервисы, которые предоставляют банки. Потому что до сих пор все любят прийти в отделение, иметь какой-то контакт с операционистом, поговорить, спросить и... Смотри, может, здесь в другом дело, просто общения не хватает. Дома-то скучно. А представляешь, вот вообще ситуацию, да, человек одинокий, у него даже кошечки-собачки нет. И ему, в принципе, да, ему не надо никуда выходить. У него есть телефон этот, понимаешь, слово даже нехорошее какое-то на языке вертится. Ненавистный телефон, да, с помощью которого все можно сделать. Уже скоро... И никакого общения. Никакого общения, все. Ну, социальная сеть, ну, социальная сеть это иллюзия общения, потому что ты же понимаешь, и все... Ну, все равно все идет туда. И, конечно, у банков есть и будут отделения, куда люди могут прийти, пообщаться, но большинство занятых людей, люди, которые живут в мегаполисах, им лишний раз сходить в банк, это большая задача. Всегда, как минимум, лучше позвонить, а лучше вообще не звонить, а что-то сделать... Самостоятельно. Ну, потому что звонить тоже, конечно, надо дождаться, пока тебе ответят. Не так тебя поймут. А в Европе, как обстоит? Там, естественно, уже достаточно, да, впереди они с этой точки зрения. Да, они впереди, и есть много исследовательских центров, которые финансовые услуги, ну, банки, которые сфокусированы на том, чтобы исследовать, что людям нравится, зачем они приходят, почему они звонят, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, и стараются эти вопросы решать вместе с клиентами, с пользователями. И есть много примеров, где есть в разных странах отделения, куда customer care, куда пользователь может прийти и пообщаться, но туда никто не приходит, потому что настолько хорошо выстроено у банка общение с клиентом, оно, ну, через свой клиент банк, он может и задать вопросы, и сделать как-то перевод, и, может, ему помогут онлайн, что люди просто не ходят туда. Мне кажется, да, это тоже проблема, потому что арендует банк помещение или имеет собственность, оно простаивает, не отбивает. Ну, нет, ну, можно же сделать минимальное количество. Да, да, тенденция есть такая, кстати, да, что сокращаются уже, так называемые, офлайновые отделения, и все уходит в интернет. Ну, в Европе есть такая тенденция? В Европе, да. А в России? В России пока нет еще. Но, тем не менее, если говорить о неких перспективах развития рынка, то он вот в этом направлении будет развиваться. Обязательно, да. Все меньше будет. Даже NFC-технология, о которой все говорят, она в Европе уже как-то более-менее развита. Здесь пока, ну... А давай помечтаем, вот сейчас понятно, да, мы говорим о том, что у нас есть возможность в интернете с помощью пластика или какого-то интернет-счета, электронного счета, да, сделать определенные платежи. А если посмотреть там на 5-10 лет вперед, то как будут выглядеть платежные сервисы завтрашнего дня, на твой взгляд? Ну, наверное, да, будут отличаться вот эти пресловутые девайсы, я так понимаю, что, да, здесь тоже... Мобильные, да. Да, совершенно верно, то есть здесь прогресс будет шагать вперед, а взаимоотношения между клиентом и банком, может, тоже каким-то образом будут развиваться? Переходить все на... все перейдет на то, чтобы люди не ходили в банк, использовали все, все делали через мобильный телефон, и мы едем в транспорте, мы прикоснулись с мобильным телефоном и... И оплатили проезд. И оплатили проезд, да. Это в идеале. Ну, в идеале в том плане, что, наверное, сделать-то это мы уже сейчас можем. Уже делают. Уже делают, да. Просто не совсем это востребовано, видимо, еще, да? Да, не совсем востребовано, и не везде это есть. Это надо оснастить полностью рынок и точки оплаты NFC-чипами. Смотри, вот такая проблема еще, если, собственно, это проблема. Вот есть банк, а есть некие компании, оказывающие услуги мобильных платежей. Они не конкурируют между собой? Это бизнес-партнеры или все-таки это люди, которые друг у друга вытягивают одеяло? Ну, да нет, сказать, что это конкуренты, наверное, нельзя, потому что вы же все равно остаетесь пользователем того банка, где у вас открыт счет. Если мы говорим о юбанке, то совершенно никакой конкуренции мы не заставляем, наоборот, только помогаем. У вас даже может вообще не быть, ну, у банка может не быть своего приложения, и вы можете, и хорошо, что вы можете воспользоваться другим сервисом, подключить свою карточку и... Смотри, а вот такую ситуацию можно представить, что я, ну, имея или, может быть, не имея счета в банке, воспользуюсь услугами интернет-сервиса, да, похожего на юбанк. И в результате по какой-то причине решил поменять или выбрал банк какой-то, а потом решил поменять его на другой, потому что мне показалось, что вот его услуги более качественны. И получается так, что банк потерял меня как клиент только потому, что позволил мне воспользоваться вот услугами посредника. А если бы не было такой возможности, я бы так с ним бы и оставался на долгие-долгие годы. Если бы он вообще не знал, что можно платить что-то. Совершенно верно. Если бы он мне до сих пор глаза бы закрывал и говорил, что приходи в отделение, все тебе расскажем. Ну, да, я поняла вопрос, но просто нам надо делать так, чтобы было больше конкуренции. Чем больше конкуренции, тем лучше все компании стараются делать сервис. Я не знаю, с чем у тебя ассоциируется слово банк? С деньгами. Хорошо. А денежный перевод? Ну, я понимаю, да, в какую сторону ты клонишь. Денежный перевод — это почта. Сейчас ты начинаешь думать, это надо куда-то пойти. Куда-то пойти, заполнить квиточек. Где-то найти, где это забрать потом. Поэтому надо сделать так, чтобы... Я помню уже прекрасно, я был еще студентом, и мне мама присылала денежные переводы. И для этого я шел с паспортом в ближайшее отделение почты России, ну, тогда Советского Союза. Вот. И показывал квиточек, показывал паспорт. И 20 рублей эти замечательные. В поддержку к стипендии получал. Спасибо маме. Вот. Ну, вот задача такая, чтобы эти ассоциации ушли. Они как бы... Вот денежный перевод, а сейчас я это сделаю за пару секунд. Да. Я нажму на кнопку. Поэтому вот. Как-то так. Я понял тебя. Хорошо. Мы говорим сегодня об услугах в России и странах СНГ. Это корректно сравнение? Потому что понятно, что если мы говорим... Сравниваем точнее, да, Россию с Европой или Америкой, то здесь мы в состоянии догоняющих, да, или повторяющих какие-то вещи. А вот ближайшие... В странах СНГ очень даже хорошо развиваются мобильные. То есть лучше, чем в России? Ну, в каких-то, да. Почему? Ну, может, люди больше готовы пользоваться. И, так сказать, быстрее это распространяется в массы. Но, в целом, вообще рынок мировых платежей, по оценкам, по официальным данным, в 2013 году составит более 600 миллиардов долларов. Серьезные цифры. Поэтому это очень большие цифры. Ну, то есть опять мы говорим о том, что многие страны, их близость к той же Европе, может быть, да, или какое-то иное сознание, иная ментальность. И ментальность. И чем меньше страна, тем быстрее это распространяется. Поэтому иногда это и легче сделать. Не во всех там точках России до сих пор люди пользуются банковскими картами. Не во всех точках. Вот, кстати, хорошие. Потому что страна очень большая. То есть разница все-таки, да, мы традиционно, условно делим Россию на столичные города, да, и все остальное. И все остальное. Вот здесь тоже это деление корректно. То есть, естественно, да, Москва, Санкт-Петербург, там, города-миллионники. И эти сервисы востребованы, а чуть подальше отъехали. И там не то, что о банковском сервисе, да, мобильных платежей. Даже и пластиковую карту не встречали. Да, есть такие города. Но их становится все меньше и меньше, и банки... Говорят, чему, кстати, их становится все меньше и меньше? Благодаря распространению, благодаря тому, что практически все компании, даже государственные учреждения, стараются делать так, чтобы люди получали зарплаты на карты. Это очень важно. Потому что раньше этого не было, и... Ну, хорошо, зарплату-то мы говорили об этом. Зарплату я получу на карту. Но я потом сразу же иду в ближайший банкомат и... И все снимаю. Ее снимаю, да, потому что мне надо потратить, мне надо сходить. Это первый раз. Это по статистике, это первый раз так делают люди, когда получают деньги на карту. Они снимают все. Потом... А, кстати, почему они все снимают? Они все-таки побаиваются еще, да? Что это за карта? Когда мои деньги все-таки... Когда они у меня в кармане, да, у меня в кошельке, это мои, а там где-то они завтра, дай бог, что-то случится. Есть такая аналитика, когда первый раз люди получают деньги, они все снимают, будь чистую. Потом меньше и меньше, и меньше. Потом даже начинают копить. На карте же. Да. И уже спокойно относятся к тому, что вот все. Все, мы избавились от кэша. Ну, слава богу, не навсегда еще избавились от кэша. Ну, понятно, что стремление сразу обналичить электронные деньги все меньше и меньше. Ну, а потом, как приучить этих людей, понятно, что для этого опять надо время, еще и оплачивать, да, покупки ли, услуги ли в интернете. Как им? Ну, нам помогает это делать рынок, рынок мобильных телефонов. Потому что раньше были, там, когда-то, сначала появились, там, не знаю, айфоны, и они были дорогие. Они сейчас дорогие, они недоступны для всем. Для многих недоступны. Для массы, да. И Android, платформа, которая появилась после Java, решила очень много вопросов. И сейчас можно купить хороший, там, Android смартфон, телефон за 100 долларов. И это кардинально меняет рынок. Люди начинают пользоваться. А можно говорить, что в этом случае, ну, как бы, вы в одну сторону смотрите или вы поддерживаете друг друга с точки зрения, вот, компании оказывающей услуги мобильных платежей и производителей относительно дешевых гаджетов, да. То есть вы как-то скоперированы, может быть, или? Конечно. Ну, это даже не производители дешевых гаджетов. Это вот есть производители мобильных телефонов. Кстати, на большую часть которых мы предустанавливаемся. И производитель делает так, чтобы пользователю было интересно купить его девайс. И даже если он, неважно, он стоит 1000 долларов или он стоит 100 долларов. То есть установка вашей платформы, да, еще более повышает, да, востребованность этого телефона в глазах. Да, таких приложений, как мы, это повышает спрос на мобильные телефоны. Ну, то есть вы заинтересованы в существовании друг друга, это радует. Сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы – рынок мобильных платежей в России. У меня в гостях Лаура Ашижева, генеральный директор компании Юбанк. Телефон студии 6510-99, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Еще один вопрос в интернете пришел к нам на почту. Лаура Марина спрашивает, насколько безопасна, ну, я так понимаю, возможность, да, осуществлять электронные платежи для моей банковской карты. Ну, и, в принципе, тема безопасности всегда выходит на первое место, когда мы по известным причинам, да, пользуемся деньгами электронными, а не наличными. Собственно, риск утраты наличных денег тоже существует, но здесь понятно, да, есть у меня кошелек, в нем наличность, я этот кошелек прячу подальше, вот, в укромный уголок, и, соответственно, в какой-то степени этот риск снимается. А что, где мои деньги электронные, ну, карточку я потерял, ладно, это одно дело. Еще можно там ее заблокировать, каким-то образом с банком договориться, вернуть. Ну, деньги-то я не вижу, вот в чем проблема, может быть, еще их уже и нет. Итак, Марина, насколько безопасно это для карты? Ответь, пожалуйста. Ну, смотри, если мы говорим о банках, то в каждом банке есть какой-то фрод-мониторинг, они отслеживают какие-то неправильные транзакции, следят за тем, чтобы с банковской карты у пользователей, конечно, никуда не пропадали деньги. Если мы говорим о платежных системах, таких как U-Bank, то привязывать карту полностью безопасно, потому что мы не храним данные карты. И карты используются только на момент транзакции. А этот момент непродолжительный, имеется в виду, что данные карты в этот момент, да, считать постороннему невозможно? Нет, нет, конечно, нет. Считать, запомнить, унести с собой? Вы при отсылке вводите CVV, и это все очень безопасно. И плюс мы не храним никаких данных. Ну, хорошо, надеюсь, и Марину, и меня-то ты тоже успокоила. Значит, здесь дополнительных рисков никаких не возникает, то есть они стандартные, еще раз повторю, да? Да, да, да. То, что может случиться с пластиковой картой, если вы пользуетесь услугой интернет-банка, то же самое может случиться здесь. Да, самое, да, потому что вы остаетесь клиентом своего банка. Я понял. Ну что ж, продолжим тогда наш разговор. Давай еще раз попытаемся помечтать, как будут выглядеть мобильные сервисы в будущем. И вот то, о чем ты мне за эфиром рассказала, мне показалось очень интересным. Пожалуйста. Хорошо, давай я расскажу. Это в Америке, например, это очень популярно сейчас, когда мобильный телефон становится кассовым, мини-кассой такой. Не знаю, может кто-то видел уже сверху, в тот разъем, куда мы вставляем, привыкли подключать наушники, подключается маленький такой девайс, он для того, чтобы можно было прокатать карту и выполнить платеж. Это услуга очень популярна для доставки еды, доставки чего-либо, или на улице вы что-то продаете, к вам подходят, с картой нету, даже не знаю, продают с мороженого. И человек подошел, хочет оплатить карточкой, и у продавца такой как бы, его же телефон, он и выполняет функцию терминала. Ну, кстати, опять мы говорим, ты говоришь, в Америке это очень популярно, а в России это не только не популярно пока еще, но я вот, например, не видел и не пользовался никогда. Ну, потому что еще этого нету нигде, ну, как-то на рынке, чтобы в массы это пока не пошло. Да, это можно было бы на продовольственных рынках, да, там же нет никаких кассовых обрат, как правило. Вот вам, пожалуйста, возможность следить с точки зрения налогообложения. Такси наверняка, да, это тоже очень удобно. Такси, да, это очень удобно, вы можете оплатить такси с такой штучкой. Но у нас многие компании над этим работают, выпускают такие девайсы, они там есть с шифрованием, без шифрования, и я думаю, что это будет очень популярно. Ну, это опять перспектива какая-то отдаленная, не очень, на твой взгляд. Ну, да, это в ближайший год, до конца года, ну, так примерно, в ближайшие 10 лет. В ближайший год полтора. Хотелось бы, да, чтобы это было. Ну, хотелось бы, вот ты говоришь, многие компании этим уже занимаются. Я так понимаю, что это будет востребовано, потому что это опять пресловутое удобство, да, мы с этого начали, интернет дает нам, так сказать, возможность, удобство, прежде всего. А почему это не движется тогда? Кто-то мешает, кто мешает? Да нет, нет, мы опять же обучаем рынок. Обучаем к тому, что у нас есть время, оно самое ценное для нас, и его нужно экономить. Есть сервисы, при помощи которых мы можем экономить наше время. Поэтому мы потихоньку обучаем рынок, и надеюсь, будем это делать быстрее и лучше. Ну, я тоже на это надеюсь. Дай бог, что это случилось. Да, обучение рынка, ну, во-первых, так звучит достаточно странновато, что ли, да, мы рынок обучаем. А потом процесс этого обучения, вот он действительно, он тормозится, по какой причине, непонятно. По какой, вроде бы, и тем, кто эту услугу предоставляет, им это выгодно, тем, кому эта услуга предназначена, это может быть интересно, а пока что ВОЗ и ныне там, к сожалению. Так, ладно, давай все-таки вернемся к нашей теме. Итак, если можно, ну, некую статистику, может быть, на твой взгляд, да, вот что из возможных услуг наиболее востребовано среди россиян, обращаются они к мобильным платежам. Более, более... За что платят? За что платят, да. За какие сервисы? Ну, в 2011 году это были первая тройка, операторы, и люди платили по большей части за мобильную связь. Сейчас это кардинально, причем быстро очень меняется, и это хорошо. Да, безусловно. Рынок быстро обучается. Люди платят за интернет, за кредиты, люди платят за спутниковое телевидение и делают денежные переводы. Это значит, что люди понимают, что можно оплатить с мобильного телефона большое количество функций. Нельзя сказать, да, что подавляющее большинство россиян исключительно мобильный телефон оплачивают, а смотрят уже на другие вещи. Нет, нет, это изменилось, и это очень хорошо. Это радует. А, кстати, если опять сравнить ситуацию в России с за рубежом, вот там, что, на твой взгляд, наиболее часто оплачивается через интернет? Ну, в той же Европе, например. То есть тоже оплачиваются счета, какие-то биллс, кредиты и подобного. Ну, то есть в этом случае опять отличий никакого кардинального нет у нас, да, за рубежа? Ну, мы вот догоняем за рубеж, потому что за рубежом, по большей части, люди сидят на контрактах за мобильную связь. Если, может, поподробнее на контрактах. Ну, например, вы пришли в магазин, чтобы купить телефон, и вы покупаете сразу с контрактом его. И идет какая-то абонентская плата, которая... Ну, я надо добавить, что я существенно дешевле его покупаю, если, да, он с контрактом. Да, конечно. Практически сейчас, ну, я не видела, где можно купить телефон без контракта. Ты имеешь в виду за границей или здесь? За границей, за границей нет. У нас мы покупаем отдельный телефон, отдельную сим-карту, сами выбираем тариф. И в этом случае можно говорить о том, что если за рубежом, да, ты получаешь сразу телефон с контрактом, то как бы вопрос оплаты мобильного телефона, он... Он не так стоит остро, как здесь. Поэтому. Понятно. Так, хорошо. Еще раз давай о регионах. Как все-таки приучить регионы к тому, чтобы они активнее стали пользоваться мобильными сервисами? Что для этого нужно? Какую-то рекламную кампанию на телевидении, да, или что? Как ты думаешь? Я думаю, что надо очень детально подключать региональные сервисы. Так. Например, если это интернет, то там должен быть интернет моего города. Если это местный банк или... Ну, это должны быть местные сервис-провайдеры, чтобы у людей был стимул пользоваться. Надо показать, что это там без комиссии вам, не надо тратить время, вы можете это оплатить, можете сделать срочный перевод. Ну, здесь именно силами региональных каких-то, да, я так понимаю, представителей вот популяризации интернет-платежей может... Конечно, даже вот вы заходите на сайт интернет-компаний, да, и всегда в разделе оплаты висят иконочки, как можно оплатить, или там оплатите карты, оплатите у нас вот тут вот по такому-то адресу, или воспользуйтесь платежной системой. И сами же сервис-провайдеры заинтересованы в том, чтобы за их сервис можно было оплатить в максимальном количестве точек, ну... Ну, понятно, понятно. То есть в этом случае, да, мы говорим о том, что вот есть некий интернет-ресурс, да, и там должна быть явная ссылка на то, что ты можешь воспользоваться, да, интернет-платежем. Конечно. Ну, это так работает. Это так работает. А, я не знаю, какие-то акции дополнительные рекламные по поводу того, Нет, конечно, это все нужно и можно делать, но как минимум все начинается с того, что на сайте любого сервис-провайдера или магазина или какой-то услуги написано, что для вас мы делаем такую-такую-такую-такую-то возможность для оплаты. Чем их больше, тем прогрессивнее и лучше выглядит самая компания. Ну, это очевидно. А компании, похожие на U-Bank, которые оказывают дополнительные услуги, вот эти, ну, в какой-то степени, да, посреднические, они каким образом становятся видны, становятся понятны своим будущим клиентам? У них тоже есть специальные ресурсы интернет, но они же не знакомы еще, да, большинству потенциальных клиентов. Ну, если мы говорим о U-Bank, то, например, вы можете купить мобильный телефон, там уже будет стоять наше приложение. Ну, я могу купить, мне повезет, а могу купить другой, там нет вашего приложения. Как я узнаю о том, что... Ну, вы зайдете на сайт вашей интернет-компании, увидите, что можно оплатить через U-Bank. Вот, точно. Можете услышать от кого-то из друзей, можете зайти, посмотреть, а как я могу делать срочный перевод, без ассоциации с тем, что вам надо сходить на почту России. А если я зашел на сайт своего банка, я могу увидеть там ссылку на U-Bank или на кого-то еще? Да, многие банки делают ссылки, конечно. Серьезно? То есть им это тоже выгодно. Они подключают платежные системы, конечно. Хорошо, хорошо. Ну, и давай, у нас осталась еще минуточка, да, что бы ты могла сказать коротко для наших слушателей. Ну, опять, наверное, прежде всего, да, в интересах популяризации мобильных сервисов. Ну, и, может быть, так сказать, с точки зрения каких-то будущих, да, будущей действительности. Потому что в любом случае, да, мы будем смещаться именно в интернет, в интернет, в интернет. Ну, хотелось бы улучшать и улучшать сервис. Поэтому... Ну, хотелось бы. Это тебе, собственно, да, адресуется подобное пожелание. Если бы люди пользовались, оставляли свои комментарии, делились впечатлениями, говорили, что хотелось бы, что не нравится, что бы хотели видеть, чтобы была обратная связь. А такая есть возможность вот этой двусторонней связи? Да, да. У нас есть такая возможность. И люди пишут иногда там, добавьте нам такой-то сервис. Мы максимально быстрые сроки это делаем. Или вот, не знаю, давайте поменяем такую-то функцию. Ну, есть лояльные пользователи, и это очень помогает. Это помогает, чтобы... Есть все время фидбэк от пользователя. Понятно. Понятно. Хорошо, огромное спасибо. Уважаемые слушатели в студии «Бизнес-класса». Сегодня была Лаура Ашижева, генеральный директор компании «Юбанк». Мы обсуждали тему рынка мобильных платежей в России. Вам, Лаура, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Олег, спасибо. За то, что нашла время. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.